Предупрежден, значит вооружен. 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Он учрежден, чтобы обратить внимание на проблему и тем самым снизить рост заражения ВИЧ-инфекцией. Основной и пока единственный способ – это информирование и, как следствие, профилактика. Приуроченные к этому дню акции прошли и в Чувашии. Как узнать свой ВИЧ-статус и почему это важно для каждого, узнала Анна Центовская. Если чебоксарцы не идут в больницу, больница идет к ним. К торговому центру приехала передвижная медлаборатория, где узнать свой ВИЧ-статус может любой желающий. По некоторым исследованиям, каждый четвертый зараженный ВИЧ не знает о своем заболевании. Исключить такую вероятность у себя можно очень быстро на экспресс-тесте. Честно, я сдаю его впервые, хотя делать это нужно как минимум раз в год. Для этого всего лишь нужно сдать кровь и получить результат день-день. Здравствуйте. В совокупности все это занимает не больше пяти минут, зато после – месяца уверенности в своем здоровье. Еще один пункт для сдачи экспресс-теста расположился в самом торговом центре и привлек многих желающих узнать свой статус. Страшно тебе было сейчас давать? Честно, да. Я боюсь уколов. Мне кажется, то, что всем интересно было бы узнать, болеет ли человек или не болеет. А если болеет – лечиться. Лучше узнать и вовремя начать лечение, чем жить в неведении. Симптомы этого коварного вируса могут впервые проявиться только через несколько лет, когда уже может быть поздно. Поэтому терапию нужно начинать как можно раньше. С регулярным приемом препаратов ВИЧ-инфицированные создают семьи, рожают абсолютно здоровых детей, да и живут не меньше других. Мы с вами живем, ходим в парикмахерские, ходим к стоматологам, мы обращаемся в медицинские организации, бываем к гинекологам. И опять же, это есть факторы риска. И потом человек не должен быть уверен, что нет у меня этой инфекции. Лучше опять же пройти тесты, убедиться. И когда впервые был зарегистрирован вирус, это в 88-89 годах, действительно, леча инфекция была как приговор. На сегодняшний день, пожалуйста, есть препараты, есть различные схемы. Мы подбираем схему индивидуально каждому пациенту, приходящему, и кто встает к нам на диспансированные наблюдения. И, в общем, все нормально. Он, допустим, бьет препараты регулярно, живет обычно нормальной жизнью. Бояться ВИЧ-инфицированных не стоит. Болезнь передается только половым путем или через кровь. Хотя Чуваша и относится к числу низкопораженных ВИЧ-инфекцией регионов, ежегодно врачи регистрируют порядка 300 новых случаев заражений. Чаще всего болеет мужчина. Процентов 60-40 – это у нас женщина. Трудоспособный население, к сожалению, начало болеть. Немножко у нас произошел сдвиг ВИЧ-инфекции с молодого поколения. А трудоспособный. Это от 30 до 60 лет и старше. Сдать тест на ВИЧ Чувашии можно абсолютно бесплатно в любой больнице по месту жительства или в Центре профилактики борьбы со СПИДом. Анна Центовская, Юрий Марков, Национальное телевидение Чувашия.